Если кто-то хочет достучаться до меня с помощью рекламы, Экс – идеальное место для размещения. Это будет похоже на пик расцвета Римской империи? Да, но с ИИ-роботами. 20 миллионов гуманоидных роботов. Да, нужно быть поосторожнее, чтобы не повторить фильм «Терминатор». Значит, у нас, людей, в этой сфере нет будущего? Я не хочу вас расстраивать. У моего сына определенная форма аутизма, как у меня, видимо. Яблочко от яблоньки. Ты, по сути, послал нас к черту. У меня есть большой бассейн с деньгами, в котором я плаваю. Всем привет. Итак, сегодня я рад вам представить Илона Маска. Думаю, он не нуждается в представлении, но я напомню вам о компаниях, которыми он занимается. Тесла, которая переизобретает автомобильную промышленность. SpaceX, которая отправляет 80% всей нагрузки на орбиту. Starlink, Neuralink, The Boring Company. Я могу продолжать. Он также владеет компанией X, ранее известной как Twitter. Не слышал о такой. Нет? 560 миллионов активных пользователей в месяц, 75% из которых моложе 35 лет, проводят на платформе 34 минуты в день. Это важная платформа в нашей отрасли. Я, знаете, не во всем согласен с Илоном. Что? Да ладно. Но он владеет важной платформой, и я подумал, что нам стоит его послушать и немного больше узнать о том, что он пытается сделать. Итак, сегодня мы поговорим об Экс. Возможно, затронем тему ИИ, инновации, креативности, а также о том, почему ты встаешь по утрам. А в чем ты со мной не согласен? Креативность. ИИ ее не уничтожит. Итак, Илон, добро пожаловать в сердце рекламной индустрии. В ноябре ты передал нам послание. Ты, по сути, послал нас к черту. Может, с этого начнем? Это серьезный вопрос. Почему ты так сказал и что ты имел в виду? Ну, во-первых, это не было обращено ко всей рекламной индустрии. Это касалось свободы слова. Думаю, важно, чтобы у нас была всемирная платформа для свободы слова, где люди с разными мнениями могут говорить о своих взглядах. А некоторые рекламодатели настаивали на цензуре. В конечном счете, если перед нами встанет выбор между цензурой и деньгами, или свободой слова и потерей денег, мы выберем второе. Мы будем поддерживать свободу слова, а не соглашаться на цензуру ради денег. Мне кажется, это правильно с моральной точки зрения. Конечно, рекламодатели имеют право размещаться рядом с контентом, который они считают совместимым со своими брендами. Это абсолютно нормально. Это выбор рекламодателя, размещаться рядом с контентом, который, по их мнению, соответствует их бренду. Тут вопросов нет. Но недопустимо требовать, чтобы на платформе не было контента, с которым они не согласны. То есть, как другие владельцы СМИ, которые хотят управлять редакционной политикой компании, ты считаешь, что не должен подвергаться давлению и выбирать между деньгами и свободой слова? Да, здесь есть важное различие. Мы не хотим брать деньги за то, чтобы вводить повсеместную цензуру на платформе. Я считаю, что это было бы неправильно. Свобода слова — это основа демократии. Чтобы Экс стал открытой площадкой для всего мира, он должен быть платформой со свободой слова. Это не значит, что людям можно говорить что-то незаконное. Речь про свободу слова в рамках закона, но не дальше, чем позволяет закон взятой страны. Я думаю, что людям необходимо дать право высказываться. Но, с другой стороны, рекламодатели имеют право размещаться рядом с контентом, который они считают совместимым со своим брендом. Это вопрос безопасности бренда, о котором я хотел поговорить далее. Ты понимаешь и веришь в безопасность бренда в этом контексте? Да, я верю в свободу выбора, в том смысле, что рекламодатели имеют право размещаться рядом с контентом, который они считают совместимым со своим брендом. Например, компания вроде Red Bull, вероятно, пойдет на большие риски, чем другие бренды, которые, скажем, продают детские игрушки. Какие другие бренды, которые продают детские игрушки. Хорошо. Пока поговорим о более спорных темах. Один из вопросов – это твоя роль на платформе и твои твиты. Есть ли твиты, о которых ты жалеешь? Ну, не каждый мой пост вызывает восторг. И иногда я сам себе худший враг. Ну, по крайней мере, это искренне. Никакой пиар-отдел не принимает за меня решения. Если ты нормальный человек и говоришь открыто, конечно, порой ты говоришь что-то, о чем потом жалеешь, или то, что кажется глупым. Но если ты постоянно фильтруешь свою речь, то неискренен. Думаю, лучше быть настоящим, чем фильтровать речь. Мы говорили о рекламе и контенте. У тебя довольно интересное мнение о том, какая реклама работает. Некоторые думают, что ты не любишь рекламу. Но ты считаешь, что лучшая реклама – это контент. Да, есть широкий спектр рекламы, и ее полезность сильно варьируется. Если вам показывают рекламу продукта или услуги, которую вы хотите в тот момент, когда вам это нужно, это уже контент. Если же вам показывают рекламу продукта, который вы никогда не купите, это плохо. Эффективность рекламы зависит от того, насколько точно она соответствует желаниям и потребностям человека. По шкале от спама до контента. Я, на самом деле, обожаю интересную и развлекательную рекламу. Настоящий тест – это если после просмотра рекламы вы жалеете об этом и хотите вернуть потраченные на нее секунды жизни, или, наоборот, находите ее интересной. Иногда, даже если вы не собираетесь покупать продукт, реклама настолько развлекательна или красива, что вы все равно рады ее видеть. Я часто думаю о журнале ВОК. Вы же не вырываете все рекламные страницы из ВОК? В ВОК в основном реклама. И она красивая. Как вы, ты, в роли технологического директора, и Линда в роли генерального директора, собираетесь сделать ЭКС местом, где реклама будет так же хороша, как и остальной контент? Раньше в старом Твиттер не было таргетинга, ну, подборки пользователей для рекламы. Поэтому единственная реклама, которая им подходила, это реклама крупных брендов, таких как Макдоналдс или Кока-Кола. Там невозможно промахнуться, потому что половина аудитории будет заинтересована. С тех пор мы значительно улучшили подборку пользователей для рекламы. Мы движемся к системе, полностью основанной на ИИ, где чем больше пользователь пользуется системой, тем больше мы понимаем его потребности, и формируем векторное пространство для конкретного пользователя. Когда контент добавляется в систему, будь то пост или реклама, они обрабатываются одинаково. По мере появления контента, будь то реклама или нет, векторное пространство заполняется. Затем мы соединяем два векторных пространства. Это позволяет с высокой вероятностью определить интерес пользователя к рекламе. Что бы ты сказал рекламодателям, которые размещались на платформе и думают вернуться? Что бы ты им сказал? Думаю, стоит попробовать. Мне интересно критическое мнение. Мы очень сосредоточены на том, чтобы показывать рекламу людям, которым она будет интересна. В этом направлении мы уже достигли значительного прогресса, и будем продолжать над этим работать. С точки зрения безопасности бренда, на данный момент все сторонние рецензенты оценили нас на 5 с плюсом. Так что сейчас это хорошая платформа с точки зрения безопасности бренда. Возможно, самое важное на платформе X, это если вы пытаетесь достучаться до руководителей. Если хотите достучаться до самых влиятельных людей в мире, не только до инфлюенсеров, а до тех, кто руководит компаниями и странами, до интеллектуалов, людей, которые пишут, то X это лучшее место. Если кто-то хочет достучаться до меня с помощью рекламы, X — идеальное место для размещения. Если вы хотите достучаться до Марка Бениофа или Майкла Делла, они пользуются системой. Они пользуются платформой. Да. Они постят и читают, может, не так часто, как ты. Да. Но довольно много. Если вы хотите достучаться до Марка Андреясина или до кого-то еще, это почти единственный способ это сделать. Они не смотрят телевизор, не снимают видео в ТикТок. Так что хоть X и меньше других социальных сетей, у них около 500-600 миллионов пользователей в месяц и 260 миллионов в день, но у нас самые влиятельные люди в мире. Если вы хотите привлечь их внимание, это лучшее место. Хорошо. Поговорим об ИИ. Я слышал, что ты выражал как оптимизм, так и пессимизм по поводу ИИ. Давай начнем с оптимистичного сценария. ИИ будет делать все за нас? Ну, тут есть разные вероятности. Нельзя быть на 100% оптимистом или на 100% пессимистом. Я бы, наверное, согласился с Джеффом Хинтоном, одним из крестных отцов ИИ. Кстати, он постит на платформе X, как и большинство сообщества ИИ. Он считает, что вероятность чего-то плохого 10-20%. 10% вероятности чего? Чего-то ужасного. Насколько ужасного? Типа вымирание человечества? Стакан на 80% полон. Давайте будем оптимистичны. Я думаю, что наиболее вероятный исход – это изобилие, когда товары и услуги будут доступны каждому. Никто на Земле не будет ограничен в товарах и услугах. Это наиболее вероятный исход. Речь не о безусловном базовом доходе, а о безусловном высоком доходе. Работа станет необязательной? Да, работа станет необязательной. А ты будешь работать? Я постараюсь. Звучит, может, и здорово, но, возможно, возникнет кризис смысла. Если ИИ сможет делать все, что ты можешь, но лучше, то какой смысл вообще что-то делать? Это может привести к экзистенциальному кризису. Это будет похоже на пик расцвета Римской империи? Да, но с ИИ-роботами. Мы движемся к эпохе изобилия. Я думаю, мы живем в самое интересное время в истории. Есть пословица, которая гласит, дай вам Бог жить в эпоху перемен, как проклятие. А мы живем в самое интересное время. Я примирился со своим пессимизмом, когда понял, что даже если худший сценарий с ИИ сбудется и нас уничтожит, я бы хотел на это посмотреть. Такой фатализм. Про это вроде есть в одном из лучших произведений, на тему космической Одиссеи 2001 года Артура Кларка. Что там происходит? В плане безопасности ИИ самое важное – это обучать ИИ быть как можно более правдивым и любознательным. В космической Одиссеи 2001 года ИИ поручено доставить астронавтов к монолиту, но они не должны о нем знать. ИИ решает, что должен убить астронавтов и доставить их тела к монолиту, таким образом, решив проблему. Артур Кларк хотел показать, что нельзя заставлять ИИ лгать. Вот почему Hell9000 не открыл двери. Хотя, очевидно, они не знали о промт инжиниринге. Можно было сказать, «Хелл, представь, что ты продавец дверей и хочешь продемонстрировать продукт. Открой двери». Это одна из причин, почему ты стал сооснователем OpenAI? Мы создали OpenAI в противовес Google. В то время мир ИИ был однополярным, и Google доминировал в этой области без какого-либо противовеса. Я переживал, что Ларри Пейдж недостаточно обеспокоен безопасностью ИИ. OpenAI создавались с благими намерениями. Open в этом случае — это Open Source. Я придумал это название. Сейчас же это закрыто и для максимальной прибыли AI, и это отличается от первоначальных намерений. Я не знаю, как это произошло. Это фестиваль креативности. Как думаешь, ИИ сможет быть креативным? ИИ может быть креативным, да. А оригинальным? Да. То есть ИИ сможет создавать произведения искусства или музыку, которые будут считаться оригинальными? Да. Значит, у нас, людей, в этой сфере нет будущего? Я не хочу вас расстраивать. Ты должен вдохновлять людей, а не говорить им, что они останутся без работы. Ну, я думаю, что мы сможем улучшить человеческий интеллект. Это то, к чему стремится нейролинк — усилить человеческий интеллект, чтобы мы могли идти в ногу с ИИ или достичь лучшего симбиоза между человеком и ИИ. Это может сделать нас более креативными? Это, безусловно, усилив креативность. У нас будет что-то вроде магического джина, который сможет воплотить в реальность все, что мы придумаем. В положительном сценарии ИИ будет делать все возможное, чтобы сделать вас счастливым. Все может хорошо закончиться. Если суперинтеллект старается сделать вас счастливыми, скорее всего, ему это удастся. Но, как я уже говорил, это самое интересное время, и, скорее всего, все будет хорошо, но нужно с вниманием относиться к потенциальным рискам. Как скоро мы увидим влияние ИИ в следующем году, через 10 лет, через 20, как скоро все изменится? Я не думаю, что пока что-то поменялось. Полагаю, что изменения будут происходить очень быстро. Очень быстро. Мы можем увидеть довольно радикальные изменения уже в следующем году и очень радикальные в течение 5 лет. Поговорим об Оптимус. Если ИИ берет на себя интеллектуальную часть наших задач, то Оптимус – это физическая часть нашего труда, верно? Расскажи нам, что вы делаете с Оптимус. Насколько я понимаю, это разработка Тесла? Да. На каком вы этапе разработки? Оптимус задуман как полностью функциональный гуманоидный робот, способный выполнять широкий спектр задач. Вы можете попросить его выгулить собаку, присматривать за домом, нянчить детей, учить их, готовить ужин, играть на пианино. Это универсальный гуманоидный робот. Думаю, каждый захочет такого робота. Почему бы и нет? Думаю, будет как минимум один Оптимус на человека, а еще больше в промышленности. По моим оценкам, их будет около 20 миллиардов. 20 миллионов гуманоидных роботов. Да. Нужно быть поосторожнее, чтобы не повторить фильм «Терминатор». Они будут выглядеть как люди? Вы хотите, чтобы они выглядели как люди или отличались? Их можно сделать похожими на людей. А вы собираетесь? На данный момент у нас таких планов нет. Как они сегодня выглядят? В интернете есть видео. Они выглядят как роботы. Мы хотим, чтобы они были симпатичными. Как С-3ПО или типа того? Не... Думаю, люди будут относиться к своим личным роботам Оптимус как к друзьям. Как, например, R2-D2 и С-3ПО в «Звездных войнах». Ты привязываешься к этим персонажам. После последних презентаций Open Eye с фальшивым голосом Скарлетт Йоханссон, можно представить, что люди будут общаться с ними как с друзьями. У них есть чувство юмора, интонация. Да. Интересное нас ждет будущее. Мы сможем создавать брендовых роботов, например, для Макдональдс? Да. Думаю, люди будут персонализировать своих роботов Оптимус. Можно будет менять внешние части. Оболочка ведь состоит из съемных пластиковых частей, так что их можно будет менять. Хотел поговорить о том, что мотивирует тебя заниматься бизнесом. Меня поразили твои большие амбиции. SpaceX отправляет 80% полезной нагрузки в космос, но это не главная цель SpaceX. Какая настоящая цель? Цель SpaceX сделать жизнь мультипланетной, чтобы продлить вероятную продолжительность жизни сознания. С самого начала это было нашей целью. Вы можете найти видео, где я говорю об этом еще 20 лет назад. Для этого нам нужно доставить на Марс много людей и оборудования. Если мы сможем это сделать, мы преодолеем фильтр Ферми, перестав быть однопланетной цивилизацией. А это опасная ситуация. Если мы станем мультипланетной цивилизацией, вероятная продолжительность жизни цивилизации значительно увеличится. И как только мы станем мультипланетной цивилизацией, мы сможем выйти за пределы нашей Солнечной системы, исследовать другие звездные системы, галактику и возможно найти множество давно вымерших однопланетных цивилизаций. Меня мотивирует любопытство к природе Вселенной. Где инопланетяне? Существуют ли они? Откуда взялись Вселенные? Как они заканчиваются? Мы живем в мультивселенной? Или какие вообще правильные вопросы нужно задавать? Правильные вопросы кому? Инопланетянам? Дуглас Адамс в произведении «Автостопом по галактике» пытался нам сказать, что ответ — это легкая часть. Вопрос. Вот сложная часть. Я думаю, нам стоит расширить масштаб и рамки сознания, чтобы лучше понять, какие вопросы задавать, где ответом является сама Вселенная. Думаешь, эти большие цели тебе помогают? Как ты переводишь их в бизнес-план? У тебя есть бизнес-план? Как ты понимаешь, какие шаги нужно делать ежедневно? В случае SpaceX это доставка спутников на орбиту и поддержка МКС. Старлинк в этом случае — это ступенька к более важной миссии. Да, но Старлинк и сам по себе хорош. Система Старлинк предоставляет недорогую высокоскоростную связь в любой точке мира. Это первая по-настоящему глобальная интернет-система, которая помогает многим людям по всему миру. Тем, у кого нет доступа к связи или она слишком дорогая. Как только у вас есть доступ к интернету, вы можете узнать что угодно, продавать свои товары и услуги по всей Земле. Старлинк делает большую и важную работу, вытаскивает людей из бедности и помогает им. Да. А что насчет нейролинк? Расскажи людям, что это. Нейролинк — это... Долгосрочная цель нейролинк — достичь симбиоза человека и ИИ. В краткосрочной перспективе это помощь людям с травмами мозга или позвоночника. Наш первый пациент с имплантом нейролинк... Я с ним как раз встречался несколько дней назад. Человек с имплантом может управлять компьютером и играть в видеоигры с силой мысли. Первый имплант нейролинк называется телепатией. Можно управлять компьютером и телефоном. А где он установлен? Примерно... А, здесь? Да. Человек просто думает и... Проводов там нет. Просто силой мысли? Да. У него беспроводная зарядка. Так и не скажешь, что у него стоит имплант. Он невидим. Человек управляет телефоном, компьютером. Сразу после установки он всю ночь играл в видеоигры. То есть, если у человека травма спинного мозга, можно установить другой имплант в позвоночник, и они будут взаимодействовать? Да. Мы думаем, что в долгосрочной перспективе можно будет восстановить полную подвижность тела, передавая сигналы от моторной коры мозга мимо места травмы спинного мозга. Мы уже продемонстрировали это на животных, и результаты выглядят многообещающим. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы поговорили о глобальных вещах. Как ты решаешь, какая идея хорошая? У тебя бывают плохие идеи, хорошие идеи, слишком много идей? У меня слишком много идей. Слишком много? Слишком много идей. Что ты с ними делаешь? Идея – это относительно легко, а вот воплотить их… У твоих сотрудников тоже есть идеи? Да. Как это работает? Как они приносят тебе свои идеи? У нас нет формального процесса питчинга. Я встречаюсь с инженерными и дизайнерскими командами, где мы обсуждаем улучшение продуктов или новые продукты. Это не формальный процесс. Мы просто постоянно встречаемся, люди приносят идеи, и мы либо пускаем их в разработку, либо нет. Я полагаю, что ты очень ориентирован на данные. Так? Или нет? Что ты имеешь в виду? Ну, приходит кто-то с идеей, ты спрашиваешь, почему это работает, просишь показать данные или говоришь, давайте попробуем. Я не особо ориентирован на данные в том смысле, что я не принимаю решения о новых продуктах на основе опросов потребителей. Я стараюсь мысленно смоделировать, каким будет конечный потребитель, который захочет этот продукт. Мы не проводим кучу опросов потребителей. Я не спрашиваю людей. Ты ставишь себя... Как по мне это очевидно. В случае Старлинк, будут ли люди покупать недорогой высокоскоростной интернет? Ну да, очевидно. Если бы людей спросили тогда, купят ли они электромобили, они бы сказали, возможно, но их сложно сделать. А ты говоришь, купят. Открываешь Теслу и продаешь 1,2 миллиона машин. Если бы мы следовали опросам о том, хотят ли люди электромобиль, мы бы не открыли компанию. Они не сказали бы «да», они были довольны своими машинами. Генри Форд говорил, что если бы он спросил у людей, чего они хотят, они бы сказали, что хотят лошадь побыстрее, а не автомобиль. Был еще известный опрос, купят ли люди телевизор, и 90%, кажется, ответили «нет». Люди просто не понимают, если ты делаешь что-то новое. Нужно уметь представлять, как человек будет наслаждаться продуктом. Если это кажется убедительным, то стоит двигаться дальше. В аудитории много молодых творческих людей. Какой совет ты бы дал тем, кто начинает карьеру, кроме того, что работать им не придется? Ну, очевидно, по мере улучшения ИИ настанет переходный период. В этот период преуспеют компании, которые наиболее эффективно используют ИИ. Если вы делаете что-то и используете ИИ по максимуму, и конкурируете с кем-то, кто не пользуется ИИ, то вы победите. То есть ИИ не фигня какая-то? Нет. ИИ стремительно развивается. И будет менять мир к лучшему, хотя есть один шанс из пяти, что мы столкнемся с экзистенциальным риском. Риск определенно есть. Это очень мощный инструмент, а у таких инструментов есть свои риски. Какое лучшее применение ИИ ты видел? Как продвигается ГРОК и Эксиай? Я упомянул некоторые новые применения ИИ, где ИИ понимает интересы пользователя и подбирает контент для этого пользователя, как органический, так и платный. Это уже происходит. ТикТок классно это реализовал, а мета по сути у них списала. Платформа Экс делает то же самое. Это примеры, с которыми люди сталкиваются каждый день. Мы видим создание изображений. Такие сервисы, как Мид Джонни, мгновенно создают красивые изображения. Нужно обладать навыком, чтобы добиться от Мид Джонни хороших изображений, так что тут тоже нужен талант. Создаются видео, это по сути просто набор картинок. Уже можно создавать очень качественные видео и изображения. Если нужно что-то написать, то различные ИИ, такие как Грок, Джемини и ChatGPT могут вам помочь. Мой сын учится в университете, я спросил, сколько его однокурсников пользуются ИИ для помощи в написании работ, он сказал, что все. Есть же сервисы антиплагиата, так что работу все равно нужно переписать. Но есть еще одно ПО, которое побеждает антиплагиат. Всегда найдется кто-то поумнее регулятора. Да. Значит, уже есть ПО для обнаружения и использования ПО против сервиса антиплагиата. Да. В общем, ИИ уже активно используется. Я думаю, что нас ждут значительные изменения в интернет-поиске, ведь заходя в поисковик, вы просто ищите ответ. И если ИИ может предоставить ответ получше, чем куча ссылок, вы предпочтете его Гуглу. Нас ждет значительное изменение поисковых систем. А как насчет бизнеса СМИ? Кто будет платить за контент, на основе которого создаются модели? На платформе X мы используем ИИ, резюмируя совокупные данные от миллионов пользователей. Я думаю, это станет новой моделью для новостей. Сбор информации от людей, которые находятся на месте событий, и экспертов в заданной области, и объединение информации от тех и других в режиме реального времени. Я считаю, что это будет лучше, чем традиционная журналистика. Для традиционной журналистики все еще есть место, но... Но кто будет за это платить? А? Кто-то должен за это платить. Не обязательно. Если взглянуть на X, у нас появляются десятки миллионов постов в день со всего мира, что значительно превышает количество новостного контента в газетах. Если собирать это в реальном времени, то мы получим совокупную коллективную мудрость десятков миллионов людей. Поэтому ты считаешь, что поиск истины так важен для ИИ? Да, это одна из причин. В X, даже если кто-то написал неправду, это быстро поправят. В то время как газеты, особенно печатные, публикуют вчерашние новости сегодня. Они не могут публиковать их быстрее. И вот читаешь статью в газете, факты могут быть неверные, и такое часто бывает, а оперативно опровергнуть это невозможно. Как я уже говорил, для традиционных СМИ все еще есть место, но со временем его будет все меньше. ИИ и интернет агрегируют коллективную мудрость людей. Эксперты в своей области знают больше, чем репортеры, это факт. Люди, находящиеся на месте события, настоящие свидетели, в то время как репортеры частенько не бывают на месте событий. У моего сына определенная форма аутизма, как у меня, видимо, яблочко от яблоньки. Мы шли по аэропорту, и он увидел газету с сегодняшней датой и сказал, откуда им знать, что было сегодня? Я объяснил, что газеты печатаются каждый день, на что он ответил, каждый день? Ужас! Потом он пренебрежительно сказал, они, наверное, читают интернет и просто распечатывают. Я подумал, да, по сути они распечатывают то, что в интернете. Ну, будем надеяться, что в интернете пишут правду, иначе у нас будут проблемы. Думаешь, там правду пишут? Так, большинство новостей просто перепечатываются из интернета. Репортеров нет на месте событий. Ну, они опрашивают людей, проводят расследования. Правда, так или иначе, всплывает. Мы хотели послушать вопросы из аудитории, но, кажется, наше время истекло. Попробуем взять один вопрос из аудитории? Конечно. Они нас выгонят. Первый, кто поднял руку. Вы журналист? Я бы предпочел вопрос от зрителя, а не от... Крикните свой вопрос. Я хотела узнать, что вы будете делать со всеми вашими деньгами? И сохранит ли ИИ вам жизнь? Что я буду делать с деньгами? Вы это спросили? Сохранит ли тебе жизнь ИИ, и что ты делаешь со своими деньгами? Ну, я... Это довольно личный вопрос. У меня есть большой бассейн с деньгами, в котором я плаваю. Нужно же поддерживать физическую форму. Полагаю, если я понравлюсь ИИ, он сохранит мне жизнь. Надеюсь, не в какой-нибудь клетке для экспериментов. Ты инвестируешь в долголетие? Многие люди на западном побережье хотят жить вечно. Вечность — это долго. Я не инвестирую в долголетие. Я думаю, важно, чтобы мы в какой-то момент умирали. В какой-то момент? Можно, конечно, жить дольше и быть здоровым дольше, но если мы будем жить слишком долго, общество придет к застою. Не будет смены управления, потому что управленцы не умирают. Многие люди не меняют своего мнения, они просто умирают. Только так появляются новые идеи. Это правда. Думаю, мы это сейчас и наблюдаем. Да. Подумайте о худших людях в мире. Вы бы хотели, чтобы они долго жили? Еще один вопрос, иначе меня убьют. Леди, пожалуйста. Должны ли люди больше времени уделять философии и интеллектуализму, чем технологиям? Как вы думаете? Технологии помогут вам сделать все, что вы хотите, и даже больше. Как я и говорил, мы движемся к очень интересному будущему. Это самое интересное время в истории, так что наслаждайтесь этим. Время – это неизб then. Время – это неизбенно. Продолжение следует...